Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Повышенная стираемость зубов – одна из форм некариозных поражений зубов. При этой патологии наблюдается интенсивная убыль твёрдых тканей в одном, в группе или во всех зубах. Это заболевание наблюдается примерно у 12% людей на всей планете. Чаще от этого страдают мужчины. Почему так происходит, об этом мы поговорим со стоматологом Анаром Сеидовым. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Доктор, что такое стираемость зубов? Вы отметили, что чаще всего эта болезнь встречается у мужчин. Я хочу подчеркнуть, что 60% из заболевших, страдающих стираемостью зубов – это мужчины. Давайте сперва разберём, что такое стираемость. Стираемость зубов – это естественный процесс изнашивания твёрдых тканей зубов, эмали и дентина, в процессе их жизнедеятельности. Он начинается с самого раннего детства, с появления молочных зубов в прикусе. Молочные зубы тоже изнашиваются, тоже стираются. И у физиологического стирания есть свои рамки. Выходя за эти рамки, мы можем говорить о патологической стираемости, но об этом чуть позже. Физиологическая стираемость возникает в результате контакта поверхности зубов с зубами-антагонистами в результате нашей жизнедеятельности, а также с пищевым комком. Естественно, стираемость зубов также возникает во время чистки зубов зубной пастой щёткой, которую, если мы чистим годами, если посчитать по 2 минуты в день и умножить это на годы нашей жизни, то это делает довольно-таки колоссальное время, которое мы тратим на чистку зубов, должны были бы тратить. И это, конечно же, изнашивает нашу эмаль и дентин. Но это не значит, что зубы чистить не надо. Нет, это всё компенсаторный процесс, который происходит у нас в организме всегда. У нас всегда немножко убывают минералы из эмали, немножко добавляются они обратно при правильном питании, гигиене. И когда вот этот цикл нарушается, идёт процесс патологического стирания. Физиологическое стирание происходит равномерно в течение всей нашей жизни, начиная от момента прорезывания, и носит с собой компенсаторный характер. Мы не чувствуем того, что наши зубы стираются. Мы можем ощущать, что они стали менее острые, они могут стать короче, но при этом не страдает пропорция нашего лица, что тоже очень немаловажно. Нижняя треть лица не занижается. Благодаря альвеолярной компенсации наша кость растёт вслед за изнашиванием зубов. Это физиологическое стирание зубов. А патологическое? Патологическое стирание зубов носит более резкий характер, более быстрый характер. Стирание идёт настолько быстро, что наш организм не успевает компенсировать убыль твёрдых тканей. И это может приводить к патологиям и болезням не только зубов и полости рта, но и выходить за их пределы. Это патологии височно-нижнечелюстного сустава. При патологиях височно-нижнечелюстного сустава большинство пациентов отмечают боли в головной области, в шейной области, вплоть до занижения слуха и зрения может прогрессировать эта болезнь. А вот мы говорим о патологии. Значит, у кого-то она есть, а у кого-то нет. В чём причина? Причина патологической стираемости, она также многозначна. Там нет одной причины, по которой могут зубы стираться. У нас есть три основные категории. Это, значит, несостоятельность твёрдых тканей зубов. Туда относятся эндогенные и экзогенные факторы, врождённые факторы, наследственные, приобретённые. Также стираемость зубов может вызывать функциональная перегрузка, функциональная нагрузка, а также физическое воздействие на твёрдые ткани зубов. Три большие категории. Самое первое – это то, что у нас несостоятельность твёрдых тканей зубов может возникать во время прорезанных зубов. Это болезни прорезывания, гипоплазия, недостаточно амелогенез или дентиногенез, когда у нас недостаточно минерализованный образуется эмаль или дентина, или же вместе сочетанных. Это возникает при определённых соматических заболеваниях, которыми болеют даже во время беременности. В смысле, сам человек к этому отношению, бедный ребёнок или взрослый человек к этому отношению не имел. А вот именно мать во время беременности, если переносила определённые заболевания, то все это может проявиться в полости рта, недостатка минерализации твёрдых тканей зубов. К приобретённым внутренним факторам, которые влияют на минерализацию зубов, относятся дисфункции щитовидных желёз, пара щитовидных желёз, а также гипофизы, которые также влияют на минеральный состав эмали и зубов. К нарушениям прикуса или функциональным нарушениям, которые влияют на стираемый зубок, можно отнести неправильный прикус. Такие как прямой прикус, когда зубы садятся друг на друга, и в этом случае они изнашиваются довольно-таки быстро, быстрее, чем при физиологическом прикусе. Перекрёстный прикус, когда у нас так называемый ножницеобразный прикус, когда нижний зубной ряд шире верхнего, и при этом тоже изнашиваются очень сильно, очень быстро зубы. Также функциональные нагрузки, которые несут зубы при отсутствии каких-либо зубов. Сколько у нас зубов полости рта? Должно быть 32. Вычитываем оттуда 4 зуба мудрости, потому что они по современным показателям не относятся к жевательным. Остаётся всего 28 зубов. Из них 4, по 4 на каждой челюсти, по 2 с каждой стороны, это жевательные зубы. Для того, чтобы полностью дезориентировать жевательные мышцы и жевательный аппарат, достаточно потерять всего лишь 4 зуба. Это 2, например, справа наверху и 2 слева внизу. И получается, что у вас нет жевательных зубов, вы не жуёте жевательными. Вся нагрузка автоматически передаётся на передние зубы, которые мало того, что они не могут выдержать эти нагрузки, они не созданы для того, чтобы выдерживать нагрузки жевания. Всего 4 зуба, и вся наша зубочерестная система получает колоссальную нагрузку. У меня до этого диагноза остался 1 зуб потерять. Восстанавливать как можно быстрее жевательные зубы. Ну да. А какая классификация существует, если мы говорим о стираемости? Давайте сперва поговорим о физиологии. Я вам скажу, как можно отличить физиологию от патологии. При физиологическом стираемости, так как в основном сейчас в современном обществе современная тенденция такова, что все болезни молодеют. Болезни зубов кориозного и некориозного происхождения также молодеют. Наша стираемость относится к болезням зубов некориозного происхождения. Если раньше мы отмечали сильную стираемость зубов у людей за 50 лет, то сейчас мы это можем видеть и в молочном прикусе. Очень много детей, у которых молочные зубы стираются. Но это уже четвертая степень патологической стираемости прямо по десне. Если говорить о физиологической стираемости, то стираемость у нас должна быть в пределах эмали зуба, не переходить на дентин, до 35-40 лет. В 50 лет мы можем отвечать пациентов с стираемостью в пределах эмалио-дентина границы, с небольшим обнажением дентина. Это норма еще. Дальше, конечно же, у нас стираемость прогрессирует. Поэтому после 50 говорить о физиологической стираемости нет смысла. Наши зубы покрыты двумя субстратами, субстанциями. Это дентин, он более мягкий и податливый, и эмаль, которая имеет колоссальное количество минералов. Минералы очень крепкие. Сначала эмаль, потом дентин. И снутри, наружу. Эти защитные слои закрывают самое главное в зубе, это нерв. Нерв из сосудистой пучки, пульпу так называемую. И поэтому, если у нас стираемость по какой-то причине, физиологически, например, к 50 годам, или же патологическая стираемость перешла эмаль в дентинную границу, то это в любом случае патологическая стираемость, потому что стираемость будет идти, прогрессировать намного быстрее. Дентинный слой не предназначен для выдерживания жевательных нагрузок, и он очень быстро стирается. Если говорить про стандарты стираемости зубов, то многими авторами и исследователями отмечено, что стираемость твёрдых тканей зубов до 0,004 в год – это норма. Опять же, в пределах эмали. Если это переходит на дентин, то там уже норм нет. Стираемость идёт очень быстро. Что же говорить? Если говорить о патологической стираемости, в международной классификации говорят про атриции, абразии, эрозии и апфрикции. Атриции – это небольшие стёртости на буграх жевательных зубов, на буграх клыков, в пределах эмали, возникающие в результате жевания, в результате контакта поверхностей зубов с поверхностями других зубов, антагонистов, а также с пищевым комком. Абразии – это уменьшение убыль твёрдой ткани зуба, располагающейся пришеечно. В основном может располагаться с жевателем, но не связанной с жевательной функцией. А в основном с физической нагрузкой. При чистке зубов, например, жёсткой щёткой или чересчур часто использование абразивных отбеливающих паст, так называемых. Сода даже. Сода, да, тоже считается отбеливателем, но на самом деле это все абразивы. Они не могут чистить зубы, не снимая с них налёт. А если они снимают активно, значит, они царапают и эмаль, снимают её тоже. И эрозии. Эрозии возникают в основном в определённых участках и относятся к дефектам, возникающих на твёрдых тканях зуба при результате воздействия на них химическими агентами. Кислотой, например. Как это может быть кислота у нас в полости рта? Это вредное производство, где работают люди на производстве каких-либо кислот органических, а более неорганических. Это более вредные вещества для наших зубов. И пары этих кислот, они вдыхают в течение всего рабочего дня. Это очень сильно влияет на минерализацию эмали и, конечно же, она её размягчает. Также такие заболевания, как гастрит, язва, эзофагистный рефлюкс, когда человек ощущает вот это чувство жжения и содержимое желудка регулярно попадает в полости рта. Это рвотный рефлекс, да? Нет, эзофагиальный рефлюкс – это когда у вас небольшая отрыжка. Вы получаете небольшое содержимое желудка в рот. То есть отрыжка тоже влияет на зубы? Да. У нас в желудке переваривание идёт под воздействием соляной кислоты. И это очень вредно для зубов. Также есть такое заболевание, как булимия, нейросоматическое заболевание, при котором… Да, девочки, которые делают рвотный рефлекс специально, да? Это, если они вызывают это специально. Есть такое нейросоматическое заболевание, когда человек под воздействием стресса съедает столько много пищи, что это потом вызывает рвотный рефлекс. Это лечится невропатологами. Но первые признаки скрытой булимии или скрываемой, скорее всего, булимии можно отметить полосы рта в виде эрозий, разъедания эмали из-за регулярного попадания соляной кислоты в полосы рта. Более широкая классификация патологической стираемости делится на степени. Первая степень – это у нас стираемость одной третьей коронковой части зуба, вторая степень – это до двух третей, и третья степень – более двух третей до пришеечной части, до десны может стираться зуб. Также по локализации она может быть локализованная, генерализованная. Локализованная стираемость возникает в основном из-за неправильного прикуса, из-за перекрёстного. На одной стороне, например, эти зубы подвержены более подверженной стиранию из-за отсутствия от какого-либо зуба или групп зубов, то соседние зубы попадают под большую нагрузку, и, конечно же, они стираются намного быстрее. А также очень вредная привычка, я часто замечал у некоторых пациентов, – жевание на одной стороне. Есть люди, почему-то они по какой-то причине, может быть, у них, они уже, многие не вспомнят, наверное, об этом, по какой-то причине у них были неприятные ощущения жевать, например, на левой стороне, они жуют постоянно на правой. Эта привычка остаётся даже после устранения этой проблемы. Но пережёвывание пищи годами на одной стороне приводит к тому же, что зубы этой стороны очень сильно стираются. Ну и лицо меняется. Да, и тут уже гипертрофия жевательных мышц. Это немножко другое. Генерализованная, часто встречаемая патологическая стираемость – это когда стираются все зубы, верхние и нижние челюсти. Потом по типу стираемости, они могут быть агрессивные или компенсированные стадии, агрессивные фазы, когда стираемость идёт очень быстро, или компенсированные, когда идёт компенсаторная фаза, и как бы у нас стираемость выравнивается. Вы отметили, что есть момент, когда все наши зубы стираются одинаково, но есть те зубы, которые стираются отдельно. Какие зубы чаще всего страдают от стираемости? Нужно понимать, что наши жевательные зубы, на самом деле, они есть жевательные. Эти четыре зуба на каждой челюсти – маляры. Вся нагрузка жевания попадает на них. И, конечно же, процесс жевания в первую очередь стирает их. И патологическое стирание, конечно, начинается тоже с них. При потере боковой опоры жевательных зубов, если нет у нас достаточной ткани и жевательных зубов, стираемость передаётся на переднюю группу зубов. И тогда у нас страдают все. Но, конечно же, стирание начинается с нашего жевательного зуба. А есть ли какая-то группа риска? Вы сказали, что у мужчин чаще это наблюдается. Я так поняла, что, например, модели, потому что вызывать рвотный рефлекс, чтобы похудеть, это, скажем так, часть профессии для них. И те люди, которые работают… На вредных производствах, химпроизводствах, где производят кислоты. А ещё кто? Вы не поверите. Музыканты, трубачи, которые дуют… Трубачи, потому что у них есть характерная черта, когда они прикладывают трубу к губам. Но они прикладывают её не к губам, а к зубам. У нас есть такой термин «зуботрубочиста». Но не того, который чистит трубу, а трубачи, который музыканта. Да, из-за чрезмерной нагрузки на зубы у них появляются определённые формы эрозии. В смысле, это опытный стоматолог. Да, сразу отмечают, что это именно из-за их специфической профессии. Также можно к этой категории отнести спортсменов, которые занимаются силовыми видами спорта, боевыми видами спорта. Они непроизвольно в течение дня, скорее, больше на тренировках, но потом это как бы остается как у них в подсознании, они сжимают зубы, они клинчеры, так называемая современная тенденция. Клинчеры. Они в течение дня сжимают зубы. А я поняла, почему мужчин чаще встречаются, потому что вы от злости всегда сжимаете зубы. Ну, наверное, может быть, из-за этого я стараюсь не сжимать зубы от злости. Еще к ним можно отнести людей, работающих на вредных производствах, где производят какие-то порошки, потому что это пыль, абразивы, которые летают в воздухе, они опять же попадают к нам пол из рта, и они разъедают нашу эмаль. Вот. Также есть очень, ну, это смешной, наверное, из случаев, когда к нам приходил человек, и мы очень долго гадали, почему у него зубы в крапинку, в черную крапинку. Мы, ну, как бы, опрашивали его, собирали анамнез, анамнез жизни, и потом выяснилось, что он сварщик. И почему-то у него так получается, что у него, как бы, он в некоторой искре он улыбается или оскаливается, да, попадает ему в зубы, и у него такой специфический, специфический рельеф на зубах, такие черные в крапинке, как бы, да. Так что тоже вот иногда даже не поймешь, кто относится к группе риска, пока не встретишь их сами. А может ли сам пациент понять, что началась стираемость уже патологическая, потому что есть нормы, которые мы, как вы сказали, можем и не почувствовать? Значит, так как у нас процесс происходит, ну, первая степень стираемости происходит в пределах эмали, то болевых ощущений, как таковых, нет, очень редко возникает чувствительность, очень редко возникает гиперестезия. В основном человек может заметить только неровность краев зубов языком. Если он ощущает какие-то острые покалывающие моменты, режущие края, то это, скорее всего, стираемость. Желательно ходить на осмотр к стоматологу каждые 6 месяцев при наличии таких вот чувств оскомины или неприятного ощущения при употреблении холодной, горячей, кислой пищи, сладкой пищи, чтобы врач-стоматолог мог вам своевременно поставить диагноз стирания и как бы вылечить более раннюю стадию. Это намного легче. При второй стадии, когда у нас стирание переходит эмали-вадентинный барьер, гиперестезия встречается намного чаще. Чаще всего к нам приходят пациенты с жалобами на второй, третьей стадии стирания, когда уже процесс затронул дентин и перешел эмали-вадентинную границу. Тогда вот эти все болевые ощущения есть. И плюс есть чувство сколотости зубов, когда края зубов, они кратерообразные, края эмали как бы торчат, как ножи, а вот серединная часть дентина, она провалена, как овраг. Вот с этими жалобами к нам, конечно, приходят пациенты. Но это довольно-таки поздно. Желательно диагностировать стираемость намного ранней стадии. Тогда это намного легче вернуть, восстановить, нежели на второй и третьей стадии. Не только легче, еще и дешевле, наверное. Намного. Как происходит диагностика стираемости зубов? Прям вот пациент открыл рот и стоматологу все ясно? Нет, к сожалению, это не всегда так видно. К сожалению, это не так. Мы собираем анамнез, анамнез жизни. Чем занимается человек? Вот я вам уже несколько примеров привел людей, которые очень как бы непонятная стираемость. Если бы мы не знали, чем он работает, кем он работает, где он работает, мы бы и так и не догадались, почему у него такие вот фасетки и стирания или крапчатые зубы. Мы собираем анамнез жизни. Чем занимается человек? Где работает? Какие хобби у него, увлечения? Анамнез болезни? Что его беспокоит? На что он жалуется? В какие жалобы ему к нам пришел? Как его жалобы прогрессируют или убывают? Это тоже имеет значение. Если нам необходимо, мы отправляем его на какие-то рентген-исследования. Можно делать компьютерную томографию сустава, чтобы посмотреть, насколько стерлся сустав. По головке височно-нижнечелюстного сустава можно определить, насколько занижен прикус и насколько нам его нужно поднимать. Насколько в правильном положении височно-нижнечелюстной сустав, как правильно он функционирует. И в принципе, реабилитация начинается именно с сустава. Мы сперва реабилитируем его. Также мы осматриваем, конечно, полусорта. И если у нас пациент пришел к какой-то жалобе совсем на другую сторону, на другой зуб, надо смотреть шире, надо осмотреть всю полусорта. И если мы найдем где-то фасетки и стирания, они так и начинаются. Маленькие фасеточки на жевательной поверхности маляров. Надо уже предупреждать пациента, что у вас начинается это стирание. И не надо давать патологические стирания переходить во вторую и третью фазу, когда они уже переходят эмалево-дентиновые границы. Наверное, вы тоже слышали эту поговорку о том, что зубы нам природа дает дважды. Лочные и постоянные зубы. А в третий раз придется уже платить за это. К сожалению, зубы и ни волосы, ни ногти обратно не отрастет. Что может сделать стоматолог? Тут вопрос очень такой, он очень филигран. Мы можем обхватить ответом на этот вопрос всю стоматологию. Потому что, смотрите, опять же, первая стадия стирания это норма в некотором смысле, но это если в раннем возрасте, то это не норма, мы это лечим. Мы первую стадию можем вылечить очень легко. Это реставрация композитными материалами или, как их в народе просто называют, пломбирование зубов. Можно сделать керамические накладки, если есть какие-то предпосылки, например, если у нас есть напротив на антагонисты керамические коронки, то нам надо обязательно сделать керамические накладки напротив, дабы предотвратить истирание своего зуба. При второй, третьей стадии возникают такие патологии, как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, которая первым делом, первой симптоматикой являются щелчки безболезненные, шум в ушах. А, это то, что вы говорили, сустав надо сначала. Височно-нижнечелюстной сустав и височно-нижнечелюстной сустав один из самых сложных в нашем организме. Он двухэтажный, двухъярусный. Восстановить его очень... Во-первых, надо правильно поставить диагноз, насколько запущено всё в суставе. При второй, третьей степени патологической стираемости стираемость настолько быстро развивается, что наш организм не успевает это всё компенсировать зуболеволярным удлинением, удлинением кости. И страдает при этом всю компенсацию на себя берёт сустав. Он уплощается, он вытягивается, у нас челюсть уходит немножко вперёд. Это всё создаёт давление на суставную головку, давление на суставной хрящ, которые, в свою очередь, рассасываются, уплощаются. И мы не можем на второй, третьей стадии, когда мы потеряли 3, 5, а может 10 мм высоты, восстановить это в течение месяца или двух. Это должен быть тоже поэтапной процесс. Во-первых, мы должны правильно поставить диагноз, что происходит с суставом. Мы делаем компьютерную томографию сустава, выпрямляем по определённым углам и размерам мы выясняем, насколько у нас упластился сустав, насколько у нас упластился прикус, насколько мы можем его поднять. Выяснив, например, что мы должны поднять, чтобы вернуть прежнее состояние, прикус до 10 мм, мы не можем это сделать в один день, мы не можем это сделать даже в один месяц. Мы поднимаем прикус на 2 мм каждые 1,5-2 месяца. Для этого изготавливаются специальные шины, каппы. Это очень медленно. Да. Для этого изготавливаются специальные шины, репозиционирующие шины, которые пациент носит по 2 месяца, и потом мы, каждый раз, меняя шину на более высокую, добавляем вот этот объём, который нам нужен. И спустя иногда 6 месяцев, иногда 8 месяцев, когда мы добиваемся нужного результата стабильности в суставе, отсутствия всякой симптоматики, это щелчки, болезненность, это расслабленное открывание рта, потому что на это тоже очень сильно влияет височно-ничелюстной сустав. Только после этого мы начинаем ортопедическую подготовку. Имея высоту прикуса, стабилизировав как бы наш прикус на этой высоте, стабилизировав сустав, только после этого мы переходим к финальной фазе, это реконструкция потерянных структур зуба. Это самое последнее, что мы делаем. И это, конечно, занимает время. Можно ли предотвратить стираемость зубов? Существует ли какая-либо профилактика? Профилактики, как таковой, нет. Конечно же, стираемости, как я сказал, подвержены все. Но единственное, что мы можем сделать, мы можем диагностировать его в ранней стадии. это регулярные походы к стоматологу, правильное питание, спорт. Почему спорт? В меру. Потому что все это приводит к правильному обмену веществ в нашем организме и, конечно же, правильному обмену веществ в нашем зубе. Зуб наш питается также изнутри, из нашего организма. Также мы должны ограничить себя или лучше отказаться полностью от вредных привычек, таких как люзгание семечек зубами, сживание колпачков ручки. Если вы отмечаете у себя симптомы клинчинга, так называемая, это современная методика, современная терминология, если вы чувствуете, что вы при стрессе или в любой другой момент, читая книгу или смотря телевизор, вы сжимаете зубы прям до боли, вам нужно обратиться к невропатологу. Это, скорее всего, стресс. Также есть у нас группа риска, это бруксеры, бруксисты. Раньше считалось, что люзгание зубами во сне это только признак каких-то глистов, гельминтов. Да, гельминтов в нашем организме. На самом деле это не так. Это, опять же, стрессовый фактор. Надо избегать этого стрессового фактора. По современным данным бруксисты, это люди, которые сбрасывают стресс за счет скрежетания зубами ночью. Первое время стоматологи ополчились против этого симптома и считали, что это какой-то патологический процесс, протекающий полусерта, вне полусерта, в суставе. На самом деле оказалось, что это нервное заболевание, это стресс, который некоторые люди в современном мире, раньше такого не наблюдалось, сбрасывают за счет скрежетания зубами во сне. Из профилактики можно еще отметить, не пользоваться содой. Конечно же, сода это хороший препарат для кухни, для кухни, наверное, но не для зубов. Сода очень абразивна, очень сильно абразивна. И мы должны понимать, что наши зубы, они не такие крепкие, какие они были у наших предков. Даже если мы будем смотреть на зубы наших праотцов, дедов, прадедов, они были намного более минерализованы, нежели мы. И крупнее. И крупнее. Мы питаемся не теми вещами, мы питаемся продуктами, которые содержат большое количество консервантов, которые содержат в составе большое количество кислот. Даже если взять натуральный сок, в составе имеется лимонная кислота. И если вы представьте, вы выпьете стакан сока для своего здоровья и сразу пойдете чистить зубы. Вы сотрете доли микронной эмали сразу, потому что она уже деминерализована этим соком. Если подытожить, у меня еще один вопрос. Правда ли, что после того, как мы поели, допустим, яблоко, нельзя сразу чистить зубы? После цитрозовых, я бы сказал. Там, где вы чувствуете кислый вкус, желательно обождать. Причем просто ждать нет. У нас есть такие, как средства помощи, как жвачки, которые содержат ксилитол, которые увеличат количество слюноотделения. И за счет буферных свойств слюны мы выравниваем PH полости рта. Мы переводим кислотный баланс в щелочной, когда зубы опять восстанавливаются. И после этого, конечно, мы можем чистить зубы. Сразу после цитрусовых не надо чистить зубы. Сразу после натуральных соков не надо чистить зубы. Сразу после кофе не надо чистить зубы. Кофе – это кислотная среда. Спасибо, что пришли к нам в студию. Пожалуйста, вам спасибо. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечал стоматолог Анар Сеидов. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин